я здесь я я вы ко мне пришли не знаю давайте карточка свою да не бойтесь впервые врача давайте карточку ну-ну-ну смелее стульчик садитесь на что жалуетесь на машин чего на мужчин понятно беспокоит вас что я же сказала мужчины да что вы говорите липнут 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 я понимаю не женятся все странные все одна я нормальная вы вообще по записи нет я по памяти первый был нормальный дело шло к свадьбе так это была любовь с первого взгляда как он ко мне относился он меня боготворил 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 это это как интересно он не скрывал своих чувств как только меня увидел сразу закричала господи матери божья и за сердце схватился если бы не этот дурацкий инфаркт дело бы кончилось свадьбой а потом как сглазили доктор как сглазили понимаете все странные что вы этого не замечаете а я сразу заметила еще после первого курса вы где-то учились не маньяк ну и сказали с первого курса это что значит первого курса уколов уколов куда я не помню куда целили попали в голову и вот с того момента и началось вот этот первый странный типчик в белом халате маньяк маньяк все в постель меня затащить пытался доктор представляете и не стеснялся соседей ух ты по палате так и кричала женщина слезьте с люстры вернитесь в кровать вам лежать надо или вот недавно случай был на пляж пришла так легла так солнечные ванны принимать не то чтобы я там разделась нет зачем мне зачем мне не нужны эти проблем нет я наоборот все прикрыла только пристроилась чувство к нам стоит глаза открываю точно стоит мужик глазами мне буравит я говорю мужчина как вам не стыдно как вам не стыдно ничего что вы говорю мне солнце загораживаете он говорит а ничего что вы мне снег разгребать мешаете все странные скажите пожалуйста все странные неожиданно вы вообще трезвая а что у вас есть нет я бросила бросила после того случая когда ко мне в квартиру маньяк ворвался то есть как ворвался доктор я его из жека вызвала пришел якобы сантехник ха 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 сразу под раковину забился а у меня в кухне как назло на столе бутылка шампанского два бокала и свеча горит случайно чисто я думаю сейчас начнется совпало так нервничаю сижу нервничаю говорю ну что вы мужчина там под раковиной делаете будто я не знаю зачем пришли зачем и на нервной почве я взяла бокальчик как раз бокальчик два опьянела да 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 он воспользовался моим беспомощным состоянием и неужели да сбежал я на улицу выбежала я его естественно не нашла напротив на скамейке какой-то дедок сидел увидел меня тоже глазами вцепился это страсть смотрит на меня побелел таблетки из рук повыпадали глаз от меня отвезти не может говорит не думал я что ты сегодня за мной явишься иди я говорю ЗАГС работает до восьми вечера говорю опоздали доктор я не знаю что делать не знаю доктор почему все странные все все странные одна я нормальная может быть к этому вернуться к военному а я его из армии жду он когда узнал что я его здесь дожидаюсь на бессрочку оставься так я же не могу долго в девках ходить такой товар должен найти своего купца ну знаете мне такое ощущение что с вашим товаром что-то не то доктор так помогите найти жениха по горячим следам но я не сыщик я не ищейка я не могу носом нюхать и искать по следам я стоматолог хорошо доктор найдите его по следам его зубов он же меня недавно покусал когда я к нему целоваться полезла я сразу почувствовал что это любовь с первого взгляда посмотрите вот здесь вот прикус видите здесь два верхних зуба мне кажется у него кариес я ставлю а нижнего зуба нет нижнего зуба нет это я ему выбила тогда он из моих объятий вырваться пытался доктор чего вы на меня так смотрите почему вы на меня так почему вы на меня так смотрите все странные все одна я нормальная а Игорь Маменко. Игорь, с тебя анизот. Женщина заходит в аптеку. Аптекарь, слушаю вас. Мне нужен цианид. Ух ты, так сразу? Зачем вам цианид? Я хочу отравить своего мужа. Я не продам вам цианид. Она говорит, нет проблем. И сумочки достают, а фотографию дает аптекарю. На фотографии ее муж с аптекаря женой в кровати. А аптекарь реакции. Оба-на! Что ж вы не сказали, что вы по рецепту? Муж возвращается поздно ночью, непонятно откуда. Жена ему где был? Бильярд играл. Три часа ночи. Шары плохо ложились. В лузу. Довольно в кровать. Он ложится в кровать, вдруг эсэмэска ему на мобильник. Пин! Он тихонечко берет телефон мобильный, идет в ванную, закрывается, читает. Это было потрясающе. Ты чудо, мне очень понравилось. Давай повторим это еще раз. Он отвечает. Мне тоже понравилось необычайно. Давай повторим это завтра. Завтра. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Довольно ложится в кровать, жена ему. Где был? Вопрос. В музее, в ванной, естественно. Что делал? Руки мыл. Мобильник мой зачем брал? Спасибо. В смысле, Люд? Мы же договаривались. Худеть будем. Люда, все получится, не переживай. Я лучший блогер по похудению. У меня худеют абсолютно все. Люда, похудеем. Будем бегать. Будем голодать с тобой. Чего? Ты уже неделю на голодании никакого толку? А-а-а. Люд, открою секрет. Мало кому помогает голодание на фаршированных блинах. Фу, Люда, брось блины. Да не в себя брось, Люд. От себя бросать-то надо было. А-а-а. Ладно, Люда. Буду делать из тебя красотку. Ты будешь у меня, скажем так, одна. Ну, потому что сейчас тебя в тебе... Ну... Четыре штуки лют. Ну, как, зачем худеть? Ну, чтобы исполнились твои желания. Ну, ты же не хочешь, чтобы было как сейчас? Как сейчас? Ну, вот когда ты приходишь в ресторан, официанты ж радуются, говорят, Людмила, вам как обычно, все меню два раза. Вот мы сегодня-то план точно выполним. Ага. А хищные змеи в зоопарке, видя тебя, с криком прячут свою еду. А директор рынка, видя тебя издалека, еще радуется. Вай, 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 вай. Все, ребята, закрываемся. Крупный оптовик Люда пришел. Ну, все. Согласна? Молодец, Люд, молодец. Сбросишь лишний вес. Че? Лишних только пять кило, остальное как родное? Так, ну, хватит. Поможет спорт. Раз ты диету мою не выполняешь. Люда, ну, кому ты рассказываешь? Ну, не так ты делала. Я тебе говорила, есть один раз в день. Правильно. Это не как ты ешь. Целый день без сна и отдыха. Я тебе говорила, съедать в день одно яблоко. Ну, просто яблоко. Ну, просто яблоко без всего. А не яблоко, запеченное в гусе, с ведром картошки фри в лаваше. Все это на пицце, сверху посыпано пловом, пельменями. Фу, Люда! Брось, чебурек! Чё? Сама похудеешь к лету? Люда, у меня один вопрос. К лету какого года? Ну, хорошо. Ты замуж. Хочешь? Вот. Возьмут тебя, Люда, замуж. Похудевшую. Ну, мужчины так устроены, Люд. Ты видела, как мужчина машину покупает? А я тебе расскажу. Первым делом мужик смотрит, сколько машина жрёт. На женщин они смотрят. Точно так же. Ну, это я к тому, Люд, чтоб у тебя... Ну, как бы видно, что ты, Люд, не малолитражка. Ты для них, Люда, фура! Задний-то бампер с подушками безопасности на три стула. Да понравишься ты мужчинам, понравишься, когда у тебя появятся ручки, ножки, шея. Должны быть ноги от ушей. А у тебя сейчас щёки до плечей. Ну, не обижаю я тебя, Людочка, не обижаю. У тебя сейчас тоже очень интересная фигура. Монолит. Люд, ну, помоги мужчинам. Ну, мужчина должен элементарно знать, с какой стороны тебя попросить твоей руки, понимаешь? Ну, если думаешь, у тебя будет как в сказке. Вот это вот встань к лесу задом, ко мне передом, не могу понять, где у тебя лицо. Начинается. Муж ей для чего? Муж, он для всего. Муж, он предмет. Многофункциональный, да. Да лучше он собаки. Лучше. Смотри. Он разговаривает, в туалет сам ходит. Там вообще столько опций. Ага. Вот. У меня была Ирка, клиентка. Она тоже никак не могла похудеть. То кошек заведёт, то рыбок потом. Похудела на моей методике. И присылает мне стих. Завела я кошку, рыбок завела, но ничего нет лучше живого мужика. Люда. Живые. Они прикольные. Понимаешь? Ты, конечно, можешь похудеть на время. До свадьбы. Ну, многие так делают, конечно. Да почему? Почему не честно? Честно. Мужчинам же можно только до свадьбы быть щедрыми. Вот и нам. Поэтому давай пойдём на стадион. Но учти, Людочка, как только ты похудеешь, придётся носить вещи не удобные, а нужные, через которые будет видно ноги твои красивые. Здесь обязательно декольте, пробник груди. Нужно будет делать прически, пользоваться дорогими дурманами, ну, духами. Но это для нас, а не духи, Люд. Для мужчин это отравляющий газ. Мы их травим, как тараканов. Мы их парализуем, Люда. Угу. Каждый день, Люда, надо красить фасад. Потому что баран должен видеть новые ворота. Да, Люда, только так. Да. И пока жертва не клюнула окончательно, ярким лаком красим ногти, губы. Это всё наши габариты. Понимаешь? Это как подсветка на взлётной полосе. Мы так как бы указываем орлу, где его аэродром. 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 Нет, пожалуйста, можешь не худеть. Дело твоё. Но как же это красиво смотрится, когда жених берёт тебя на руки, кружит тебя, кружит. Просто великолепные фото в Инстаграм. Аэродром. А чё это мы у двери-то встали? В дверь не пролезает что-то. Так, ладно. Главное импульс. Сейчас я тебя толкну, Люд. Сейчас. Ух! А, соседи. Соседи! Мужчины! Помогите вытащить будущую невесту. Ну как, как? По крепку давайте. Тянем, потянем. Давайте вместе. Я толкаю, вытяните. Давайте. Да. Ну, немного с косяками вытащили. Ну, ничего. Главное, идём худеть. Да, Люд? Чё? Передумала худеть? Поздно, Люд. Теперь тебе, чтобы домой попасть, тебе по-любому похудеть придётся. А я говорила, у меня худеют все. Матюшка вернулась, моя хорошая. Вернулась. Ой, привет. Ну, и насранка. И насранка. Прям стесняюсь к тебе подойти. Это я. Чмыри, чмыри, чмыри. То есть это, чмоки, чмоки, чмоки. Ну, прям, мурлин, мурло. Ну, чё, мой, как там Европа? Ой, цветочек, какая там красотища, блин. Это... Париж, Берлин, Бруссель, Барселона. Ибица. Ибица. Везучая. Восемь дней и двенадцать ночей. А это как? А просто такие ночи были, что я не все дни запомнила. Мучка, а у нас горячую воду отключили. Да ладно. А у тебя ведь бойлер есть? Есть. Можно я пойду помоюсь? Можно. А то ведь хожу вот так восемь дней и двенадцать ночей немытая. Иди, милая моя. Спасибо тебе, огромная. Помогай. Погоди, бежишь. Я тебе подарки привезла. Ну, чё ты тратилась? Я не заказывала ничего. Тратилась она. Ну, тратилась. Ань, подруги-то я ещё. Вот тапочки. Белые. Как и были. Полотенце. Халат. Ух ты, махровый. Хотел шваль. Отель-Шевалье. С Парижа. На, вот тебе ещё. Ух ты. Фелева-башня. Ну, естественно. Ой. Вот ещё. О, спасибо огромное. Ну, как говорится, с приездом. Это гель для душа. А это шампунь. Смотри, не перепутай. Дерёбня. Ух ты. Лопушком пахнет, мать. Лопушком, лопушком пахнет. Иди, милая, помойся. Иди, иди, давай. Входите открытой. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь проживает гражданка Матюйона Нигматуллина. Здравствуйте. Hello. I'm looking for миссис Матюйона Нигматуллина. Бонжур. Гуден таг. Бонжорно. Шалом. Нихао. Хитико. Вот дурачок, а. Ты кто такой? Тебе че надо? Ага, вы говорить по-русски, а я вас сразу спросить по-русски, а вы не отвечать. О, мой Бог, это невероятно. Мои друзья сказали мне, что Россия странная страна, но я не вернулся. Ступый идиот. Я еле добрался в ваш деревня. Когда я забил ваш адрес навигатор, мой навигатор умер. Я восемь километров и типа колдобин, который у вас называется дорога. Меня два раза сбил трактор и один раз укусил ваш собака. Ну, естественно. Байкал всегда дураков кусает. Короче, че надо? Мне нужна гражданка Матрёна Нигма Тулина. Это я, гражданка Матрёна Нигма Тулина. А ты че? Я из Интерпол. Меня зовут Скотт. Скотт Бадун. Надо же, Бадун. С такой фамилией трезвой. Ой, 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 ой. Вы ездили в тур по Европа? Ездила. У меня к вам есть целый список претензий по поводу вашего пребывания в Европа. Чего? Какие претензии? Претензии у него. Ты давай факты. Факты. А, доказательства. Пожалуйста. Когда вы были в Париж, вы украсть в гостинице халат и полотенце. Нет, ну как не стыдно, а? Наговаривайте вы на нашу семью. Ничего я не крала. Светочек, познакомься. Это Скотт. Я много скотов повидала. Who are you? От who are you слышу. Молодец, Светочек. Где вы взят этот халат? Это подарок от близкого человека. Молодец, Светочек. Это есть собственность отель Шевалье. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Све... Све... Да, пожалуйста. На, возьми. Светочек, ты сейчас у нас шла. Скота распугает. Вот я столько скота за свою жизнь попорчила. Ни он первый, ни он последний. Давай, давай, садись на стул. На вот, выпей. Это Бордоа. О-о-о. Бурда. Поварищ инспектор, у вас еще какие-нибудь претензии остались? Есть? О-о-о. Вы... Вы были на экскурсии в город Брюссель? Была. Там есть известный на весь мир скульптура писающий мальчик. Зачем вы надели на него памперс? М-м-м... Ну, не стерпела я, не сдержалась. Не могла спокойно смотреть на этот энурез. Течет и течет. Я же в молодости двадцать лет нянечкой в детском садике проработал. Извини уж, рефлекции сработали. В Испании вы посетили кориду. Была. Зачем вы прыгнули на арену и устроили стриптиз? Скотт. Скоттушка, дорогой ты мой, пойми, не виновата я. Там ведь как было? Я сидела на трибуне, хотел сделать селфи, наклонилась вперед и на арену-то упала. А там бык увидел мою красную кофточку, да попер на меня. Я ее, естественно, сняла, бросил прямо на арену-то. Ну и все, а вот кофты-то у меня ничего нету. Она правду говорит, у нее там ничего нету. Когда вы прыгнули на арену, туда моментально выбежали тореодоры, чтобы вас увезти. А, так это были тореодоры. А я думал, что за восемь ряженых мужиков-то на меня бегут? Я еще подумал, это подтанцовка Киркорова, у него там как раз гастроли были. Я его на фише видала. Зачем вы побили восемь тореодоров? А что они на мое тело толпой бросились? Я так не люблю, мне не нравится. Как там у вас это называется? Харасмент? Домогательство? Нет, я имею в виду, как вы, такой пожилой, хрупкий женщина, смогли побить восемь взрослых крепких мужиков. Мужиков-мужиков. А ты хоть раз в перестройку в очереди с заводкой стоял, Скотт? А я стояла. Подумаешь, восемь мужиков. Зато, Цветочек, видела бы ты, моя хорошая, с каким уважением на меня бык смотреть. Из гостиницы вы звонили, ваша подруга Цветочек. Звонила. В телефонный разговор вы говорили про европейские санкции. Вы сказали, что вы вертеть наши санкции дали неразборчиво. На чем именно вы их вертеть? АПЛОДИСМЕНТЫ Понимаешь, Скотт, у нас, у россиян, есть такая... АПЛОДИСМЕНТЫ Такая карусель, на которой мы все вертим. Ваши санкции, ваши претензии. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СОБЕРАЖАСИВАЮТСЯ ЧЕВООО! ЧЕГОО!? Да я перед поездкой вакцинировалась. С Truffle, Цветаль. Если женщина красива и в постели горяча, значит вовремя прививку получила от врача. АПЛОДИСМЕНТЫ Водки найду, вряд ли мы те, где щас водки найдем Но есть кое-что другое Давай, Скотт, хлебни What is this? Это первачок, самогонка, Russian виски Это и есть ваше оружие массового поражения? Нет, это оружие массового дружения После него все проблемы исчезают, претензии исчезают И все становятся счастливы Будем здоровы! Ой, да не вечер, да не вечер Мне мало-мало стало Мне мало-мало стало Ой, да вот не приведелась Скотт, подпевай! Я не знаю слова этой песни А какую ты знаешь? Я знаю вот это What I gotta do to make you love me Это та же самая песня Поехали! What I gotta do to make you love me Мне малым-мало спалось What do I do when lightning strikes me Мне вось не привиделось Матюшка, давай ты Мне вось не привиделось А будто конь и мой воронок Ой, будто конь и мой воронок Ой, да разыгрался, да расплясался Sorry seems to be Sorry seems to be The hardest Alarm Пойдем! Куда? Скотину кормить Обедать! 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 Ну остался скот жить в деревне Женился И теперь он Скотт Нигматуллин Я вообще-то на заводе работаю Штамбовщицей Ну что, ну не только я работаю Это целый коллектив у нас Ой У меня даже сменщик есть Дядя Женя Такой мужик-то вообще-то Ой Ходячий анекдот Дядя Женя Вот так вот с ним Штампуем Помаленьку Вот в прошлом месяце На премию наштамповали Ну что, ну премию-то, конечно, не дали Короче, послали нас Ну куда послали? В экскурсию послали Далеко О, в Англию Все завод заплатил Все завод Мы с дядей Женей вот две копейки не заплатили Правда, потом четыре месяца без зарплаты работали Вот так вроде-то За бесплатно в Англию поехали Ай, ну что, ну не сразу поехали Муж меня не сразу отпустил Говорит, что тебе в Англии делать? Что, дома сиди? Борщи вари А потом, когда узнал, что от завода Это бесплатно Она говорит Да ты что? Да такое раз в жизни бывает Да поезжай Ну, в общем, мы С дядей Женей рванули Вот сейчас приехали Вот столько впечатлений У того вообще-то Я не знаю Ой, даже не знаю, с чего начать Ну, если вы меня спросите Вот, Зина, скажи честно Вот честно скажи Что тебе больше всего В этой Англии понравилось, люди? Я не буду врать Мне лично больше всего Английская таможня понравилась Как же меня там тщательно обыскивали Вот прям вот Ой, если бы нас на проходной так обыскивали Я в машине работала Только ходила через проходную туда-сюда Это с такими обысками Можно замуж не выходить Это ей-богу Ой, полтора часа счастья Потом меня полтора часа обыскивали А дядю Женю так пропустили Я не поняла Он фамилию назвал, прошел Все Ну, а что его обыскивать А дядю Женю-то Меня-то понятно А дядю Женю-то Ой У него на завтрак Три головки чеснока На обед пять Так и прорвался за кордон Змей Горыныч Ой, ну вот вышли Свободное время Дядя Женя говорит Зина, ну куда пойдем Я говорю Ой, дядя Женя Хочу в магазин Мечтала В магазин хочу Пойдем Английского чаю купим Говорят В Англии Самый лучший чай Пойдем Он говорит Ну все, пошли Пошли Один магазин прошли Второй магазин прошли Пятый магазин Я вот своими глазами Видела люди Я бы никому не поверила Нету в Англии Хорошего чаю Вот Вообще ничего нету Ни принцессы Нури Ни майского чаю Ни беседы в пакетиках Нету ничего Да вообще Вот у них все Там через левое ухо Пока по магазинам Ходили Там проголодались Дядя Женя говорит О, ресторан Все, зашли в ресторан Все, расположились Опять 25 В ресторане В Англии Нельзя Со своей едой Я этому официанту Спокойно По-русски говорю Я говорю Ты понимаешь Я бы вашей еды И поела Ну у вас же нет Исконно русской еды Лапши дошарак А он не понимает Глазами блым-блым И вот руками Вот уходи Нельзя и все Вот намучилась Вот и еле поела Вот неудобно было Неудобно Одной рукой дошарак цепляю Другой официанта отгоняю Да, иногда и путала Дошарак с официантом Вилкой его тыкну Он вершит Как тыкнутый А в гостиницу Привезли Это Отель Поехали Вот и привезли В гостиницу Всех нас построили Ну это сидит Переписывает Кому какую комнату А дядя Женя Он же покурить Ему надо Он говорит Ты что У меня вот такие вот ухи Я покурить должен Ну посмотри за вещами И все И ушел Я еще ни да ни нет Он уже ушел Все А я думаю А как я смотреть-то буду Как смотреть буду Вот его вещи стоят Вот мои Как смотреть Пока за его буду смотреть Так мои попрут Ну что Я легла на них Все Лежу Все Граница на замке А тут наша старшая Меня увидала Говорит Ты что делаешь Я говорю Я за вещами смотрю Она говорит Ты что Ты что делаешь Это же Англия Здесь нет воровства Встань Я встала И только я встала Какой-то мужик Хватит мои чемоданы И попер Я его в два прыжка догнала Мордой в пол Руку заломала А эта, которая нас Переписывала Веречит Ой Зепартье Зепартье Я так поняла Что порчен У них какой-то Ну что Отпустил его Пенделем Он потом Меня как в гостинице Увидит Беги Другую В гостиницу Прячется Ой я в гостинице Это вообще Это не для людей Там же жить нельзя Там же все На электронике Я это сразу поняла Что ничего не надо Пальцами тыкать Вот так зашел в номер Переночевал на коврике Все Жив-здоров Ой Ну такая страна Это вообще Не знаю Повезли нас в торговый центр Там какие-то гуляния Ой Сколько там Заменитостей Ой Ну Я там даже Английскую королеву Увидала Вот Вот не брюшу Вот как тебя Вот я зашла Она стоит И главное На меня смотрит И улыбается Она мне улыбается Я ей улыбаюсь Вот Вот такая женщина Простая Я с ней Три часа говорила Три часа До тех пор Пока наша старшая Не подошла И не сказала Что музей восковых фигур Закрывается Я ничего не потратила Все домой привезла А куда там тратить Чаю хорошего Нету Сувениры Так я все С гостиницы взяла Ну там же Все для нас Уже упаковано А дядя Женя Все Растранжирил Напротив В магазине Распродажа была Так он Он там Купил эту Лодку Резиновую надувную Эту дуру Домой привез Надул Она с головой С руками С грудями Колышется На волнах Типа давай Проклачу Дядя Женя Вроде как Громанул А тут жена С половником Контузила его И так и хочет Теперь контуженный По шею Гипси Вот так вот Съездили в Англию Зато у нас Здесь Женя В душе Азарт Путешествия проснулся Прям такой азарт Аж Пятки зудят Жду Когда всего Гипси Во Францию Рванем В Париж Я уже все посмотрела Что там интересного Эфелева башня В Устрице Да Эти Рестораны Ай Дядя Женя Про Эфелеву башню Слыхал Прямо Аж затрялся Я говорю Ты что Эфелева башня Это же моя мечта Я же с детства Мечтал залезть На эту башню И сверху плюнуть Так что поедем Так сказать Злохматим Европу Подышим Шанелью номер пять Ну а заодно Можете узнаем Вот что из этой Французской красоты Этот их Депардье К нам жить Приехал Здравствуйте Здравствуйте Я не поняла А вы что Новый семейный Психолог Да да Проходите Присаживайтесь пожалуйста А где же Старый психолог Я к нему ходила Со своими проблемами Каждый день Видите ли Он повесился Да вы что Да Шаль Теперь я буду ходить К вам Хорошо Вот моя проблема Заходи Проблема А Здравствуйте 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 Я могу вам помочь Помогите материально А ну заткнись Вы понимаете Да Когда мы поженились Наши родные пожелали нам жить Долго И счастливо И умереть в один день Но я чувствую Что эта сволочь Умрет намного раньше Вот видите Видите Так Подождите пожалуйста Подождите Скажите мне Как давно у вас начались проблемы Я скажу Значит 30 лет Проблем никаких не было Нет Ни у меня Ни у нее Да 30 лет не было проблем А потом мы встретились Еще одно слово Гад такой И я тебя избавлю От лишних зубов Видите Так Одну секундочку А вот здесь мне интересно И часто у вас в семье бывают Рукоприкладства Да боже Упаси голос Послушайте дорогие мои А я хочу вам задать еще один вопрос Он правда может вам показаться Нескромным Извините Если на эту тему То я сразу скажу Я хоть человек и простой Я стесняюсь Я Я постесниваюсь Ну хорошо Раз вы такой Стеснительный Тогда давайте Заменим это Допустим Словом Борщ Скажите Как часто У вас С женой Бывает Борщ Да какой там Борщ Баланда Одна Я скажу Как есть Я люблю Борщ Наваристый Такой Знаешь С сальцом Такой С пампушками Такой Знаешь Со сметанкой Она вообще Готовить не умеет Подождите 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 Дорогие мои Вы меня запутали Своей кулинарией Я не это имел ввиду Я имел ввиду Когда последний раз У вас был Субботу Субботу Да Субботу Как субботу Субботу я был в гараже Я в гараже был Субботу А А С мужем Что смотришь Субботу Да Субботу Собирались Но не получилось Правильно Не получилось Потому что я целый день в гараже был Я Аккумулятор ремонтировал И ты об этом знаешь У меня Знаете У меня там честная проблема У меня Значит клеммы К аккумулятору нормально подходят Искра идет Вот к фаре Но Фара света не дает Ну не дает Света И все Не дает Света И только через час Света дала В смысле Дала Свет Фара Фара Дала Свет Ну что ты смотришь Клеммы соединились Подожди Подожди Смотрит она А вот тут я что-то Не поняла Ты о чем Ты никогда В аккумуляторах Не понимала Подождите Подождите Дорогие мои Подождите Вы меня запутали С этими Этим Аккумуляторами Гаражами Я не об этом спрашиваю Я вас спрашиваю Когда у вас Последний раз Были интимные отношения Подождите Я сейчас Календарь гляну А да да Пожалуйста Я все отмечаю Да пожалуйста Пошли А нет Надо за прошлый год Правильно Правильно Вот Поэтому поводу и поем Понимаете дорогие мои Понимаете Вот в этом и есть Корень ваших проблем В этом и есть Корень проблем Конечно В этом корень проблем Дело в том Что Я не могу С ней Жить Не могу я С тобой Жить Жить с тобой Подождите Не могу Скажите мне Послушайте меня Меня послушайте Как вас зовут Сволочь Я не вас спрашиваю Как вас зовут Видите по разному Василий меня зовут Вася По паспортам Да Да Василий пожалуйста За меня это открытие Успокойтесь Открытие Успокойтесь Василий Я вам Вы понимаете Вы должны принять Я Я принял еще до этого Если б я не принял до этого Я бы сейчас вообще не воспринимал Да я не об этом говорю Подождите Вы понимаете Перебивайте меня Я говорю что вы должны Принять свою жену Вот такой Какая она есть Понимаете Да ладно Да Потому что вот мы иногда В чужом глазу Замечаем соринку А в своем не видим И бревно А я Я как раз В своем глазу Это бревно вижу Ежедневно Бревно Сам ты бревно Сам ты бревно Без сучка Без задоринку Да 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 Подождите А вот у меня идея А давайте мы с вами сейчас поиграем в ассоциации О Я люблю игры Так Не с вами девушка А вот с вами Василий Вот смотрите Кино Пожалуйста меня слушайте Я вам буду сейчас говорить слова Так А вы говорите первое что придет к вам в голову Да Итак Начнем да Да Семья Шуба Супружеский долг Шуба Брак Так шуба 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 Подождите Василий Ну почему у вас на все слова о семье Одна ассоциация Шуба Да потому что Писец Похоже я понял в чем ваша проблема В вашей семье не хватает ласки Правильно доктор Правильно Я ему сколько раз говорила Мне нужна шуба из ласки А ты мне что принес А чем тебе хорек не нравится Да Есть небольшой запашок Амбрецо идет Да Но Я в комплекте тебе подарил духи сирень Ага Подарил Очиститель воздуха Да Так послушайте меня Дорогие мои Послушайте меня Какие разы Вы меня заслушайте пожалуйста Сидите Понимаете Василий Женщине нужно говорить комплименты Вот сейчас не понял Ну например Ты у меня самая красивая в мире Да ладно Да Ты моя самая любимая Ты сметанка в моем борще Ты кусочек сала на моей горбушке Шкварочка моя Пампушечка моя Пельмешечка моя Я ж только не выпью Перестаньте Жрать же хочется Вы хоть раз в жизни Своей жене цветы дарили Какие там цветы Здрасте А на годовщину букет Не букет А венок Да цветы же Бумажные Пластмассовые Еще лучше А то поливать не надо Послушайте дорогие мои Успокойтесь пожалуйста Успокойтесь пожалуйста Успокойтесь Я сейчас могу уйти У вас очень просто решается проблема Вам нужно просто Уделять друг другу больше внимания Понимаете Вот смотрите Вот я например Свою жену Вожу в театр В кино В ресторан Дарю ей подарки Покупаю ей цветы Говорю ей комплименты И мы с ней Живем душа в душу Понимаете Мы живем душа в душу Душа в душу Душа в душу Всю душу мне вымотала Зараза Дай денег Дай денег Дай денег Дай денег Сил моих больше нет Вынеси елку Вынеси мусор Прибей полочке И одно слово Нам не десять Десять слов Нам нет табуретки В челюсть Жить больше не хочется Я хотел уже повеситься Так у нас потолки низкие Я все время головой не упираюсь Хотел с балкона прыгнуть Так мы на первом этаже Живем Господи Когда так хочется Кошбар Васюня А ты знаешь По-моему У нас не все так плохо Надя Я тебе сразу говорил Не надо к ним идти Понимаешь Их самих лечить надо Наденька А? Шкварочка моя За тебя Может пойдем домой отсюда Пойдем Пойдем Я тебе Такой Борщ Приготовлю Попухта Пошли Обещаешь? Пошли 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 со мной Пошли Так Твердорыловы Вычеркиваю А что моя новая метода работает? Следующая Алло Светка Привет Светка Че ты ревешь-то? Чего? Муж ушел? Тьфу-то Я думала Че-то серьезное Светка Ну поздравляю Теперь ты бомж Знаешь Как бомж Расшифровывается Баба одинокая Мужика ждет Светка Не реви Сейчас мы тебе найдем Мужика в интернете На сайте знакомств Сейчас Быстро подберем тебе Принца на белом козле Э, то есть они Ну вот, смотри Вот, пожалуйста, объявление Муж на час Покрашу Отделаю Прибью Повешу А, слушай, я поняла Это такая услуга Для женщин Если твой муж Не может ни лампочку Вкрутить Ни полочку прибить Ты вызываешь Специального мужика И он все тебе это делает Только за деньги Такого бы не на час На всю жизнь Где такого взять, правильно? Ой, Светка Если бы мой бывший Давал объявление Он бы дал такое Муж на минуточку Приду Нагажу Все сломаю Завалюсь вдрыхнуть Ладно, все, не льви Вот еще один пишет Смотри Сделал операцию Теперь отлично танцую Ничего не мешает Интим не предлагать Ищу партнершу Ищи В ненормальной стране И так нехватка мужиков А они вон что-то вытворяют Ладно Вот смотрим дальше Во Симпатичный москвич Из Улан-Удэ Познакомиться с женщиной Жильем обеспечен Имея две комнаты Три ипотеки Проживая с мамой Сестрой Собакой Хомячком И тараканами Спросить курбан бельды Так, нам этот вариант не подходит Светка Вот Скромный инспектор ГИБДД Ищет женщину без тормозов Живу в Подмосковье Тридцатый километр Рижского шоссе Под кустом Светка Никогда не выходи замуж за гаишника Почему, почему? Был у меня один гаишник Представляешь? На дверь в туалете Светофор вешал А как-то мы ночью с ним спим Ему видно Какое-то Что-то страшное приснилось Он как заорет Грузопассажирская газель Призмитесь к обочине Я прижалась И на пол хрячь А еще, знаешь, Светка Любил свистеть Да То 500 рублей из кошелька У меня свистнет То за мячку на сапоги А однажды, представляешь Прихожу А он у соседки Так я ему фару разбила Чела оштрафовал за парковку В неположенном месте Да Читаем следующее объявление Смотри Красивый москвич Хочет познакомиться с женщиной Которая согласна жить В одной квартире С его мамой, сестрой, хомячком И тараканами Где-то я уже читала Позвони Спроси Курбан Бильды Не пожалеешь Так, ладно Не будем отвлекаться Вот Молодой человек С телом Аполлона Ростом 190 Светка Зарплаты 200 тысяч в месяц Страстный Внимательный Любвеобильный Продаст котят Недорого Вот придурок Слушай Светка Понимаешь Тебе такого мужика надо Чтобы по гороскопу подходил И чтобы имя было хорошее Кстати Светка Я где-то читала Что инциалы мужчины Очень многое о нем говорят Вот смотри Мой бывший Черепушкин Максим Осипович Ну и что хорошего у меня с ним может быть Ладно, Светка Не волнуйся Сейчас найдем тебя нормально Во Если ты читаешь это объявление Значит ты еще не встретила Приличного мужчину Это я Курбан Бильды По-хорошему прошу Позвони Достал меня этот москвич А вот Кажется нашла Смотри Молодой привлекательный телец Познакомиться с красивой телкой Раком не звонить Сейчас я ему сама позвоню Алло Здравствуйте Моя подруга Вами заинтересовалась Что? Кто она по гороскопу? Овца в квадрате Но она О, вон Родилась в год овцы Значит овца в квадрате Что? Что я по гороскопу? Ага Я по гороскопу Я Козирог Родилась в год с собаки Значит я выходит Козибака А вы кто? Вы телец Родились в год петуха Значит вы тухлец До свидания Вы нам не подходите Светка Он тебе не подходит Он тухлец Да не умер Просто по гороскоп Не подходит Так, а вот Вот кто тебе нужен Смотри Аккуратный Заботливый Добрый Ласковый мужчина Мечтает встретить нежную Терпеливую женщину Выходи за меня Я тоже скоро выйду А пока сижу За убийство жены Но осталось недолго Светка Не реви Не реви Сейчас найдем тебе нормального Вот нормальный мужик Как раз для тебя Имею 7 автозаправок 28 магазинов Личный автопарк Самолет Несколько дорогих вилл По всей планете Сам готовлю Шью Вяжу Вышиваю Стираю Глажу И нафига мне жениться Но ты подумай, а А, Светка Вот то, что тебе нужно Если тебе нужен Красивый Страстный мачо Без материальных проблем Вредных привычек Который Будет отдавать Зарплату Любить твою маму То здесь только один такой Это я Меня зовут Курбан Бильды Позвоните хоть кто-нибудь Так, Светка, все Как твоего мужика-то звали? Вася? Знаешь, что я тебе скажу? Светка Лучше Вася в руке Чем Курбан Бильды В интернете Давай Звони сыну Васе И скажи ему Что ты виновата В том, что он такой дурак Светка Нам мужиков беречь надо Ты видишь? Их остается все меньше и меньше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому